коллеги добрый день надеюсь меня хорошо слышно разрешите представиться меня зовут константин я инженер работаю в московском офисе компании intel моя позиция field application инженер и я тружусь на благо подразделения psg в интеле есть такая группа направлением и жиры расшифровывается как программа был solutions group если помнить много лет назад уже пять шесть intel приобрел компанию altera и она была благополучно интегрирована и называется теперь эта группа направлением из же тему я выбрал для доклада как вы видите этого скоростные интерфейсы в наших нашем новом семействе в пиджей который называется желез постоянные скажем так подписчики комьюнити пиджей систем может помнить что у нас где-то в апреле был уже стрим посвящен аджи лексом там мы успели быстро пробежаться по всем остальным моментом связанным с этим связанными с этими пиджей здесь же я решил остановиться более подробно на теме связанной с скоростными интерфейсами потому что для некоторых приложений это наиболее важные критичные блоки которые входят в современный плиз но прежде чем я перейду к основному контенту к слайдам я с вашего позволения сделаю некоторое лирическое отступление в далекие-далекие двухтысячные годы когда я был студентом старших курсов и начинал свой фпг путь в качестве разработчика мне посчастливилось работать в одном небезызвестном нтц санкт-петербурге и тогда у нас стала задача по разработке тестера для гигабитного ethernet а и мы в общем реализовали успешно это все у нас был какой-то циклон второй что ли внешний трансивер джима интерфейс 8 бит 125 мегагерц мы это сделали все заработало и мы в общем считали что мы являемся такими повелителями высокоскоростных линков потому что это же был целый гигабит не день 10 мегабитный не 100 мегабит даже не двухмегабитный и один это было что-то невероятное казалось что мы познали дзен вот но прошло совсем немного времени и сказали ребята теперь будем делать 10 гиг и прибежал схемотехник показалось предварительную ревизию платы которую он разработать мы посмотрели увидели там значит тоже в пиджей какой-то циклон внешний трансивер и то ли 32 битный то ли 64 битный параллельный интерфейс между этими чипами там то ли 156 или 312 я уже толком не помню в общем мы тогда призадумились и поняли что дело принимает серьезные обороты и наверно дальше так уже жить нельзя и слову говоря это ревизия так она впрот не пошла эту плату не сделали и все быстро переделали на пиджей с трансиверными блоками это было там по моему ария джейкс что ли естественно внешний трансивер иксовый интерфейс то есть 4 линка по 325 гиг успешно подняли реализовали 10 гиг в общем это было наше первое такое полноценное мовер не полноценное знакомство с высокоскоростными трансиверами тогда казалось что это что-то невероятное потому что мы на тот момент трансиверы встречались далеко не в каждый близ но уже было понятно что в общем эта история она будет дальше развиваться потому что мы все мы с вами понимаем что все современные интерфейсы они так или иначе предполагают последовательную передачу данных если вам нужно передать там что-то от 10 гиг и выше но тут без последовательных интерфейсов уже никак именно для этого трансиверы нужны о чем мы сегодня поговорим для начала мы сделаем быстрый поверхностный обзор скажем так agilex а посмотрим что там есть из каких основных блоков она стоит для лучшего понимания того что происходит в трансиверах потом мы рассмотрим так называемые трансиверные тайлы что такое тайлами тоже обсудим обязательно закончим презентацию обзором toolkit of и различных программных инструментов которые позволят и помогут вам быстрее все дело поднять задебажить и отлазить потому что софт это тоже важно и так начнем с обзором а вообще что такое agilex что это за слово я думаю как многие из вас уже поняли это название нашего нового семейства в пи джей такие слова как макс циклон ария и стратикс вы наверное уже слышали они попадались даже тем кто работает без пи джей интел а вот но теперь наш хаент называется слава agilex это семейство оно примечательное во многих смыслах не только там по своим каким-то возможностям техническим но это первое семейство которое целиком и полностью было разработано уже внутри компании intel потому что все что было до этого включая стратик здесь на было разработано еще старые в старые времена еще вольтаре если глобально посмотреть то от современной в пи джей 21 веке нужно несколько способностей скажем так во первых это способность эффективно обрабатывать данные именно поэтому фабрика в плиз должна быть быстрый должна быть энергоэффективной у нее должно быть много быстрой логики тсп блоков в том числе с поддержкой не только интеджерной там в плавающей точке гиджелек здесь тоже продвигается дальше здесь добавляются новые форматы как блок блок флотингпоинт 16 помимо fp32 и поджелек сказать является если не ошибаюсь уже четвертым поколением спиджей с поддержкой плавающей точки до этого было ария 10 циклон 10 стратик действий и джелек также пи джей они должны уметь данные хранить для этого нужно работать с современной современными компонентами памяти да это и ddr5 это и high band with memory hbm память которая сейчас уже встраивается прям в корпус микросхемы и intel obtain persistent memory ну и конечно же это способность быстро передавать данные потому что толку от микросхемы которая может много обрабатывать данных но она не может эти данные в себя принять и выдать тоже от этой микросхемы толку мало в общем то именно об этой части этой подсистеме agilex а мы с вами и будем сегодня подробно говорить обратите внимание кстати на эту картинку она в общем то вполне неплохо передает всю суть этой микросхемы как видите тут есть несколько основных таких кубиков строительных в центре это монолитная фабрика fpj то есть все логический элемент тсп блоки все это выполнено вот на отдельном кристалле причем он монолитный хочу заметить любого объема то есть сейчас у нас на самом-то деле есть только одна емкость которая состоит из двух кристаллов это 10 миллионов большая большущая плиз для прототипирования она из двух пяти миллионных кусочков состоит а все остальные емкости они монолитные и на отдельные блоки которые мы называем тайлами кто-то использует иногда слово чиплет вынесены блоки которые отвечают за высокоскоростные интерфейсы ну и в том числе памяти hbm2 она тоже внешне также там например это могут быть другие компоненты например оптические в теории там или ацп цапы в общем концепция такая конструктор так это все выглядит со стороны да то есть вот стандартный fpj выглядит так это сабстрат это fpj да и сам кристалл package лид а в случае стратик со десятого от жилекса мы имеем дело с так называемой гетерогенной сборкой когда там на из разных тех процессов мы можем за разных кусочков собрать тот кристалл который нам нужен в общем то в случае с десятым стратик сам это свое время помогло довольно таки оперативно вывести на рынок новые подсемейства например стратик 10 tx с 56 гигабитными трансиверами с модуляцией пам4 это стратик 10mx с hbm2 dx там с новыми трансиверами тайлами в общем вот эта модульность она позволяет тоники быстро выводить на рынок новые продукты то есть технология себя зарекомендовала с положительной стороны в agilex в общем то мы придерживаемся аналогичного подхода используем вот эту технологии intel и мип embedded multi-dye interconnect bridge который позволяет вот так вот объединять между собой разные кусочки а вот так кстати это все выглядит вот в реальности если мы снимем крышку вот увидим что например вот да есть монолитный кристалл и в пидже и и дальше там hbm и трансивер и они рядышком приделаны проходите семейство agilex она кстати не неоднородно есть некоторые подсемейства базовое самое простейшее если к слову если к этому семейству слова простейшего вообще применима это f-серия вот она слева она характерна наличием трансиверов до 58 гиг PCI-express gen4 поддержка ddr4 ну и само собой многоядерный arm если всех этих возможностей для вас мало можно посмотреть на ай серию которая помимо всего вышеперечисленного может иметь еще PCI-express gen5 и трансиверы до 116 гигабит ну и как следствие наличие 5 PCI-express это поддержка compute express link это когерентный интерконнект с серверным процессором ну и самый топ в этом семействе это m-серия которая помимо всего вышеперечисленного еще поддерживает obtain persistent memory и имеет опциональна память hbm2 теперь я предлагаю перейти к более подробному рассмотрению этих так называемых тайлов потому что по большому счету именно от этих тайлов от этих вот кубиков которые упакованы вместе с fpg зависит то какими способностями в плане ввода вывода скоростных данных будет обладать адаплис вы видите на этом слайде уже как минимум 5 тайлов они называются буковками h e f p e r тайлы и некоторые из них которые отмечены вот такими вот синий кими флажками они уже продолжительное время находятся в продакшене они еще применялись в 10 стратиксе и некоторые из них мы используем не только в десятом строксе а и в agilex это помогло опять таки некоторые партнер а вывести на рынок пораньше из просто используете уже кусочки наработки которые были получены еще во времена 10 стратикса но некоторые тайлы например как f и r они были разработаны с нуля специально для agilex и тоже они есть в этих микросхемах мы подробно рассмотрим каждый из этих тайлов но в целом можно выделить две группы основные первая группа это сетевые и скажем так communication тайлы тайлы общего назначения но на базе которых можно реализовать много чего и эзернеты и джезды и дисплей порты и много чего другого и так называемый процессор а читайл это тайлы которые сделаны в первую очередь для того чтобы обеспечить взаимодействие с процессором с хостом и они в общем то кроме там писи экспресса и различных расширений для виртуализации таких как и сарави и поддержка виртуальных физических функций они в общем то ничего не умеют начнем разбор с и читайла он в agilex к использованию не предполагается но его можно встретить в стратик с 10 наиболее на один из наиболее распространенных тайлов он располагает четырьмя банками в каждом по шесть каналов то есть 24 канала на тайл и максимальная скорость трансееров там 28 и 3 гигабита в секунду с поддержкой нрз то есть помощь 4 здесь нет из hard ip здесь особого разнообразия нет но есть писи экспресс ген 3 x16 и 100 гигабитный мак века аппаратного здесь нет для многих приложений вы понимаете этого трансиверного тайла хватает с запасом также есть и тайл который встречается в десятом стратиксе в подсемействе стратик 10 tx и в agilex и он характерен тем что у него есть высокоскоростные 58 гигабитные трансиверы с поддержкой модуляции по 4 по 4 это способ в общем-то закодировать больше данных в том же спектре сигнала да когда у нас сигнал кодируется не один символ передает не один бит а уже два потому что там модуляция 44 уровня вот и также он позволяет реализовать большое количество разнообразных протоколов включая эзернет и сипри и интерлекин и многое другое также хочу отметить наличие аппаратных блоков это и эзернеты 4 например 100 гигабитных и 24 10 и 25 точных гигабит эзернета аппаратные forward correction блоки поддержка 1588 опять-таки если вы не желаете использовать аппаратные блоки вы можете сделать байпас и работать с трансиверами напрямую для реализации своих каких-то проприетарных протоколов коммуникации опять-таки и тайл он в продакшене он используется и в десятом стратиксе и в agilex вы можете его найти пи тайл он знаменит тем что появился впервые в подсемействе стратик 10dx и это на момент по моему 2019 года была первая официальная пи ся экспресс ген 4 комплайн микросхема то есть вот в пи си сик если зайдете спецификации посмотрите стараться где сиды x там был и до сих пор есть и это этот тайл дал возможность реализовать пи ся экспресс ген 4x16 поддерживает дефоркацию виртуализацию 8 физических функций 2000 виртуальных функций поддержка virtuo shared virtual memory и много другое то есть сейчас в трассе 10dx и в agilex вы тоже можете найти этот пи тайл и вот кстати в тех китах которые на столе представлены там и в том и в другом чипе конкретно вот в этих микросхемах используется как раз таки вот вот этот питаем а теперь переходим к более интересным вещам которые появятся только в agilex и в страйк с 10 вы их не увидите это f-тайл он предлагает вам уже совершенному помрачительной скорости вплоть до 116 гигабит в секунду с модуляцией пам 4 и таких каналов в этом тайле трансивер на может быть до 4 штук это так называемые f ht каналы и есть general purpose трансиверы которые обозначаются буками f gt которых может быть но которых 16 штук и они могут работать либо ска на скоростях в диапазоне от 1 до 32 гигабит в секунду с нрз либо 20 до 58 спам 4 также есть аппаратные ядра для pc-экспресс ген 4 x16 аппаратные ethernet и 400 гиг и 200 гиг причем они но эти айпи ядра не модульные то есть вы можете например одно четырехсот гигабитная hard айпи раскидать в виде там четырех ста гигабитных или там на 10 гигабитные даже раздробить то же самое относится и к 200 гигабитному hard айпи то есть целом есть такие три маршрута на следующем слайде мы это более подробно увидим и помимо этих эзернетов высокоскоростных есть возможность поддержать опять-таки все многообразие прочих интерфейсов включает жесты 204 bc джип он из диаттен hdmi много-много другое чтобы не запутаться в том какие ресурсы можно задействовать 1 в один момент времени у нас есть и софт и просто таблички которые можно использовать как шпаргалки посмотреть например от несколько вернет не несколько 16 возможных топологий то есть у нас есть 33 до до пафа один 400 гигабитный вот еще один 200 гигабитный и 3 через пися экспресс соответственно вот можно посмотреть например какие то с какими трансиверами какие блоки можно задействовать одновременно к примеру мы возьмем вот третий третью топологию она говорит о том что можно например задействовать высокоскоростные 100 гигабитные трансиверы поднять например 100 гигабитный ethernet 200 гигабитный путь будет при этом выключен и при этом будет работать еще писи экспресс ген 4x16 вот или вот топология номер 6 где можно 400 гигабитный путь к примеру поднять на 4 116 гигабитных линках то есть если например раньше используя 58 гигабитный трансивер вам нужно было 8 трансиверных линков то теперь 400 гигабит можно поднять на 400 гигабитных линках это отдельный слайд который показывает какие возможности есть у ста 16 гигабитного банка он поддерживает как видите большое количество стандартных скоростей которые определены стандартам си и common electrical его здесь есть и 112 гиг и 56 и скорости ниже аппаратные ядра для ethernet и серия light 4 interlaken flex n и от от n и отдельный слайд который подсвечивает что можно реализовать на 58 гигабитных трансиверах здесь тоже вы видите многообразие различных стандартов это и ethernet и это и pc-express и сип реджест и дисплей порт и многое другое то есть трансиверный блок вот этот f-тайл позволяет реализовать очень большое количество различных стандартов передачи данных f-тайл выглядит как технология будущего но по факту сейчас мы успешно сэмплим agile x i и agile x f-серии с этими тайлами документация она открыта поддержка в софте в квартусе 21.3 есть соответственно если у вас эта история высокоскоростная интересует можете уже пройти посмотреть разобраться в деталях как это работает и закончить обзор трансиверов я бы хотел на r-тайли который вот уже вот вот совсем скоро появится в наших девайсах но вернее в сэмплах он уже есть это тайл который позволит коммуницировать с хостом через pc-express gen 5 соответственно это еще два раза больше пропускной способности чем в это или которые поддерживают ген 4 только ну естественно все скорости меньше по стандарту pc-express и предыдущие поколение pc-express он тоже поддерживает также есть компьютер экспресс линк и возможность обойти все всю эту историю все эти аппаратные ядра через через пайп интерфейс если вам это все для вас не представляет интереса ну основной я так понимаю сценарий использования pc-express gen 5 это взаимодействие с современными серверными платформами в том числе там intel zion subfire rapids которым будет gen 5 и компьютер экспресс линк само собой тоже на этом я закончу быстрый обзор наших аппаратных компонентов вот этих трансиверных тайлов которые вы можете найти в fpg и по большому счету вот если вы возьмете любой конкретный порт номер вы видите что вот корпус конкретно микросхема определяется по большому счету тем какие трансиверные тайлы в нем присутствуют в зависимости этого получите разное количество аппаратных айпи ядер разное количество трансиверов и так далее то есть например корпуса где есть один тайл где два тайла те четыре тайла где шесть тайлов то есть есть разные размеры корпусов но помимо железа есть еще программная часть и она тоже на мой взгляд она немаловажна потому что иногда получается так что железо не работает как задумано может ошибки какие-то в проектировании может еще что-то возникло тогда нужно прибегать различным тулки там которые помогут это все дело выявить какие-то ошибки либо дизайне либо в аппаратной части соответственно начну с трансивер тулки то этот трансивер тулки сокращенно это такая довольно таки мощный инструмент который позволяет быстро проанализировать качество работы ваших трансиверов и в реальном времени прогнать различные диагностические процедуры такие как генерацию берпоследовательности оценить pbs последовательность сяду случайный оценить bit error rate в реал тайме настраивать различные параметры этого трансивера для того чтобы подобрать там оптимальные какие-то параметры отслеживать опять таки в реал тайме класс диаграммы для нрз ты там 4 сигналов все это реальном времени опять таки это не потребует от вас перекомпиляция дизайнов то есть через джей так из кого из этого тулки то есть квартуса вы получаете доступ к трансивером и дебажить их добиваясь того чтобы они заработали так как как вы хотите если вдруг они таким образом не работают опять-таки тулки доступен в квартусе то есть из него там отдельно платить не надо вот это примеру этого там скриншоты с из тулки то тут глаз диаграммы правда не показано но видно что можно настроить несколько подключений через usb-бластер иметь несколько инстансов здесь все каналы расписаны и дать дальше отдельный канал уже можно настраивать и анализировать то есть 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 гуи которым можно пользоваться следующий тулкит который я хочу упомянуть это за леттулки потому что допустим у вас есть рабочие трансиверы да далее вы хотите реализовать ethernet ethernet ну популярная история и во многих проектах используется и здесь вам может пригодиться ethernet toolkit потому что он уже представляет себе инструмент уже более высокого уровня и там можно проанализировать уже второй уровень то есть на уровне пакетов собрать всю статистику запускать traffic генерацию останавливать различные паттерны там генерации пакетов включать для того чтобы добиться работы вот именно вашего ethernet соединения должным образом работает это все также через же так и это по большому счету надстройка поверх систем консоли здесь тоже есть скриншот все немножко мелковато но тем не менее думаете что здесь есть много различных вкладок настроек возможность настраивать отслеживать статус линка статус и pcs и фай уровней настройки передатчика mac уровня приемника авто нек и link training статус все это присутствует всем этим можно пользоваться также есть статистика подробная потом пакетом по размерам какие там брат касты и не пауз фреймы вся эта статистика подробная есть запуск остановка генератора настройка паттерна который этот генератор трафика запускает все это все это есть также есть отдельный блок по по фигу где вы можете видеть все ошибки которые были обнаружены фейки делать error injection то есть форвард коррекшен тоже находится под под вашим контролем с помощью этого tool кита поэтому если вам нужно разрабатывать систему с азернетом не забывайте про азернет toolkit вот эта история которая называется intel advanced link analyzer для меня всегда было что-то за гранью того что можно познать потому что но инструмент всегда вызывал восхищение особенно большее восхищение вызывали те инженеры которым пользуются потому что я как cartel дизайнер с софтом для симуляции высокоскоростных линков честно скажу никогда не работал но то что я знаю это advanced link analyzer позволяет вам создать очень подробную модель используя стандартные и без ами модели для того чтобы просимулировать в мельчайших подробностях высокоскоростные линки в мельчайших подробностях этот инструмент поддерживает все наши современные семейства которые здесь на слайде перечислены это agilex и циклоны арии стратиксы и все возможные невозможные параметры которые можно использовать при модели здесь тоже есть это channel operating margin и все остальное опять-таки он доступен по умолчанию всем кто использует квартус но его можно использовать даже как отдельный инструмент то есть не обязательно даже весь квартус скачивать для этого инструментов очень навороченный я бы сказал в нем есть такие подразделы как link link дизайнер который позволяет сконструировать link data viewer чтобы посмотреть сам сигнал и глаз диаграмму оценить вашей модели это channel viewer я так понимаю чтобы оценить потери в конкретном канале и это channel дизайнер вот поэтому я думаю что advanced link simulator будет полезен для тех разработчиков которые проектируют высокоскоростные линке на на физическом уровне новый ртель дизайнер я думаю с ним дело иметь не придется вот на этом основная часть заканчивается но это на самом деле не конец я хотел подвести не княг некоторые summary во первых в современных и в пидже и трансиверы продолжают развиваться потому что есть demand на весь запрос на высокоскоростную передачу данных это может показаться какой-то на технологическое блажью там нескольких вендоров что вот они там соревнуются друг с другом около больше гигабит но на самом деле сейчас все уже довольно таки большое количество различных продуктов и микросхем асики свечи коммутаторы там не знаю какие-то оптические модули например у меня всегда в кармане из дома не выхожу без оптического модуля вот на природку косы в пидд модуль вот 400 гиг уже некоторые заказчики начинают их приобретать и деплоить но не говоря уже косы в пи 28 100 гигабитных которые поэтому для тех задач где нужны надежные высокоскоростные трансиверы лиги их нужно много страте x10 и agile x являются но в резонным выбором следующий немаловажный момент который хочу отметить что в текущих обстоятельствах страсти здесь agile x интересно тем что у них сроки поставок на самом-то деле они очень очень приемлемые вот конкретно сейчас перед тем как я закончу и перейду к рубрике вопросы и ответы хочу обратить ваше внимание на то что в наше непростое к видное время есть много возможностей для самообразования во первых я хочу порекомендовать вам подписаться на youtube канал intel fpg там много выходит различных видео обучающих которые могут быть полезны даже не только тем кто использует intel fpg например по timing analysis там есть несколько хороших видео которые могут полезны быть в принципе всем кто занимается разработкой на fpg но потому что это фундаментальные вещи далее у нас есть на сайте онлайн-тренинг онлайн-тренинги которые бесплатные которые доступны два в режиме 24 на 7 русского языка там к сожалению нет но зато есть английский китайский и японский поэтому вы можете использовать этот ресурс либо для того чтобы подтянуть свой китайский 0 и вы для того чтобы узнать что-то новое из мира fpg и тренингов много по разным темам и по эмбедеду и по каким-то центром вещам по квартусу по симуляции там там много всего и все бесплатно далее есть тренинги которые проводятся живыми экспертами то есть на сайте вы видите расписание конкретную дату тему и вы можете зарегистрироваться и принять участие именно вот в этом тренинге с живым человеком пообщаться с ним вы сможете задать вопросы как правило там есть лабораторная часть где вам доступ удаленный дает уже к настроенной машине совсем преднастроенным окружением и опять-таки это тоже бесплатно поэтому советую вам воспользоваться этой возможностью и мониторить актуальное расписание чтобы попасть на те темы которые для вас представляют интерес вот ну и последний квадратик прямоугольничек это он сайт то есть когда эксперт может приехать к вам на локацию провести но учитывая текущие обстоятельства связанные с коронавирусом я думаю это эта история вернется не скоро к нам следующий момент уже совсем скоро через пару дней начнется ивент который называется intel fpg technology day он виртуальный будет поэтому у вас еще есть возможность зарегистрироваться и посмотреть его там есть несколько тем различных это технологии то есть то что связано непосредственно с fpg о том что они что они могут и для чего они нужны это облачные применения в дата центрах это embedded и ауте для встраиваемых решений и networking то что связано с обработкой трафика с сетевыми решениями в том числе сетями 5g поэтому посмотрите адженду там много различных тем живые демки кино ты все это бесплатно я думаю что event event обещает быть интересным и на этом пожалуй все благодарю за внимание я постараюсь сейчас ответить на ваш вопрос если таково имеется спасибо за доклад и вы показываете что есть ethernet toolkit вопрос что он представляет исходники предоставляться ли там то есть могу то есть генерироваться ли исходники 400 же ethernet а которые я могу допустим модифицировать под свое приложение то есть допустим заменить генератор на поток данных с ацп и выкинуть это все на компьютер по 400 же ethernet смотрите начнем с основ что из себя ethernet toolkit представляет это по большому счету тиклевский скрипт то есть вот это тиклевский скрипт который отца данных это ведь должны быть там это как ртл код какой-то ethernet toolkit это тиклевский скрипт который через джей так пролазит пролазит ваш дизайн и дальше уже через регистры настраивает ваш дизайн и забирая всю статистику и отображает вам в графическом интерфейсе то есть у тулкит это просто вот такой вот скриптик который позволяет общаться через джей так с вашим дизайном вы в принципе могли бы например самостоятельно вручную в систем консоли скриптов накидать много которые бы делали бы то же самое да но только зачем если уже за вас сделали эту работу сделали этот тулкит далее вопрос к тому что уже находится внутри в пиджее то есть чем этот скрипт общается это сгенерированная уже определенная инфраструктура которая себя представляет там и инстансы аппаратных ядер и генераторы трафика и приемники трафика вы вправе там конечно же этот экзампл как-то переработать поменять заменить что-то на другое но не факт что после этого вот этот скрипт который ожидает одно адресное пространство и одни регистры а вы потом ему попытаетесь отдать что-то другое что он скорее все не сможет этим работать а код вопросами на генераторы трафика допустим которые они предоставляются в виде исходного кода то есть я могу их подпатчить под свое приложение допустим и получить адреса исходник генератора трафика не могу сказать сейчас честно не пытался даже смотреть открытые там исходники или нет я могу взять эту историю в оффлайн либо сами сгенерировать и посмотрите я принципе попробую узнать вопрос интересный честно говоря не думал там трафик генератора в открытых исходниках или нет я думаю стоит просто проверить еще вопрос будто зала но мы в разных эпохах там просто по времени не пересекли да костя очень классная лекция спасибо интересно вопрос такой более практический и из любопытства интересно вот когда 400 гигабит линк что в итоге в fpg приходит наверное вот что за интерфейс этот и мип и захочу и линк маке включил с чем я буду работать именно со мной в fpg а и мип это физический интерфейс выясним в принципе сталкиваться не будете потому что тайл он через этот и мип это просто внутренняя шина которая позволяет соединить тайл с кристаллом fpg далее уже через аппаратное ядро через hard 400 гиг маг он преобразуется в какой-то стандартный стриминг или memory map там авалон или что-то в этом духе разрядности там и частоты на скидку не скажу там по-моему настраивается это все зависит от того там что вы хотите получить то есть но инфраструктура вот эта интерфейс на она там все стандартная будет понял спасибо так вот еще вопрос нет из зала да вот сверху константин спасибо за доклад вопросик такой по поводу лицензии на корки платные они бесплатные на 400 g есть очень бесплатный вариант не там есть на самом-то деле корки которые хардовые хардовые в принципе они как правило бесплатные то есть вот вчера даже специально проверил прайс-лист там вот прям цена стоит на hard ip 1 доллар ну не бесплатно да но почти 1 доллар да там там нужно конкретное смотреть конкретное дро и в принципе я могу смотреть да то есть там есть определенный ряд ядер аппаратных которые бесплатные то есть но политика тут такая что вы уже покупаете кремний с аппаратными ядрами зачем вам еще какой-то платить лицензию чтобы использовать тот кремний который вы уже купили когда речь идет уже про софт ядра также все немножко по-другому спасибо добрый день вопрос маленький я так понял advanced lead analyzer это все-таки не совсем на лазер это модель для симуляции да это инструмент для того чтобы просимулировать просто называется на лазер ну и проанализировать эту модель но это не но но железка он не контактирует в реал тайме и сигнал не наблюдаешь просто поведение примерная до системы используя стандартные модели там с параметры и и без вы создаете вашу полноценную модель и нас насколько мне эксперты из этой области объяснили корреляция с железом она там крайне высокая то есть перед тем как все это сделать железки вы можете очень аккуратно филигранно ваш там 400 гигабитный линк или там бэкплейн какой-то навороченный проверить и понять что она там будет работать и там потери будут допустимы все остальное хорошо спасибо по поводу аналозера там вот и включается туда какой-то кусок печатной платы или что-то а просто плата фактически дата там это все задается да то есть среда передачи данных ее параметры все это можно забрать хорошо а вот еще вопрос нет нет наверно тогда давайте еще пару слов добавлю смотреть вот кости упомянул про курса который есть на сайте интелла на самом деле да вот даже когда еще был сайт альтера единственным источником информации по фпга так и более-менее адекватным был собственно сайт альтера там было много курсов да сейчас они собственно попала постоянно пополняются и кость постоянно за что собственно его постоянно пытаясь призвать тому чтобы он новости который выходит по виртуальным каким-то ивентом вот то что будет пока intel fpg day это то что выходит виртуальные классы бесплатные с живыми инструкторами да вот я все время говорю чтобы постил это где-то на сайте на обычный кидает это в чат вот и там где-то в чате в ленте пропадает вот потому что на самом деле это классные вещи они на самом деле курсы большие то не поскольку только 4 только 8 часов для цена полноценная вот на самом деле если ты просто с инструктором эти курсы брать не стоит большого количества денег там что-то ну там тысячи две наверно баксу да вот это все они они проводят бесплатно что за что им собственно огромное спасибо вот ну и тебе кое спасибо да было очень интересно целый обзор вот отлично дать пока закладчику